Политики болеют и за общее дело. Союзное государство, проект с которого началась интеграция на всем постсоветском пространстве, правительство проделали большую работу накануне переговоров лидеров Беларуси и России. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина это возможность окинуть взглядом весь спектр белорусско-российских отношений. Так союзники утвердили программу согласованных действий во внешней политике. Минску и Москве приходится вместе реагировать на все события в мире. А значит, необходима тесная координация. Но, конечно, особое внимание союзной экономике. Тут не без трений, может быть, и поэтому Александр Лукашенко сделал акцент. Необходимо как можно скорее устранять взаимные барьеры и создавать равную конкурентную среду. Наталья Бреус подробнее. Футбольные баталии, конечно, захватили весь мир, но на этой неделе не меньшие страсти кипели и на политическом поле. Насколько значим союзный проект, можно было понять и потому, что в Минск руководство России прилетело в полном составе. Спортивная тема, конечно, звучала в начале разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина, но больше двух часов президенты общались точно не об этом. Высший госсовет союзного государства ждали масла в огонь. Подливали журналисты в преддверии встречи, предполагая, что, мол, это будет жесткий разговор. А в кулуарах пытались пролить свет на детали переговоров, задавая каверзные вопросы министрам. В плотном кольце прессы они рассказывали про совместные проекты, кооперацию и позитив, что удалось от сохранения промышленного потенциала до общего рынка труда. В начале года политический эстеблишмент в России был занят избирательной кампанией, менялся, пусть и не кардинально, но менялся состав правительства. Стартовал мундиаль, все эти события позади и теперь самое время для того, чтобы провести ревизию двусторонних отношений с Белоруссией и окинуть взглядом все сложные вопросы, которые есть между странами. Сотрудничество Белоруссии и России обширное. От космоса, строительства АЭС до сельского хозяйства и военной сферы. Тысячи нитей связывают республику и области России за эти годы смогли наладить диалог и торговлю почти со всеми субъектами федерации. Несмотря на союзнический дух и общий один на двоих интеграционный проект, который стал пилотным для всего евразийского пространства, конечно, хватает сложных вопросов на двустороннем треке. Не переносить их на площадки других объединений призвал белорусский президент. А все решать здесь и сейчас. И хоть с правительствами стран была проделана приличная работа, но не по всем вопросам есть окончательная ясность. Из народного, например, союзный роуминг пока нет договорились об отмене. Понятно, что сотовые компании преследуют свои экономические интересы. Не двусмысленно дал понять Александр Лукашенко и позицию Белоруссии по вопросу границы в ответ на элементы контроля со стороны восточных соседей. Особая тема в союзном строительстве – защита интересов наших граждан. Для них уже в полной мере обеспечен надлежащий уровень различных прав и свобод. Крайней мере мы продвинули союз Белоруссии и России дальше любого интеграционного проекта. Возникают отдельные вопросы, к примеру, по порядку пересечения белорусско-российской границы. Мы договорились, что в ближайшее время мы разберемся с этими проблемами. Кстати, хороший пример в условиях необходимости обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу – мы с пониманием относимся к позиции россиян о применении элементов пограничного контроля. Но ожидаем, что все оставшиеся вопросы по пересечению белорусско-российской границы нам надо урегулировать. Но главное – это экономика. За прошлый год товарооборот между странами подрос. Такой тренд сохраняется и в 2018-м. Сумма общей торговли превысила 32 миллиарда долларов. Это, конечно, не 43, а была и такая цифра в истории двусторонней экономики, но уже побольше, чем в предыдущие пару лет. Приходится напрягаться, чтобы преодолевать негатив. Барьеры в торговле этому точно не способствуют. Потому о равной конкурентной среде и устранении всех помех в продвижении товаров говорил белорусский лидер. Путин заявил о желании России наращивать интеграцию и сделал такой прогноз, замахиваясь на который барьеры уж точно и рядом не должны стоять. При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов. Российская сторона все большее значение придает надежному белорусскому транзитному маршруту. Для России как экспортера углеводородов это важно, учитывая не лучшее состояние других коридоров в Европу. Поэтому будут инвестировать в модернизацию газотранспортной системы. А вообще энергетическая сфера сотрудничества перспективна с точки зрения создающегося единого рынка, правда уже в рамках ЕАЭС. При создании общих рынков у нас в принципе не будет никаких вопросов касающихся поставок или транспортировки энергоресурсов. Для этого нужно просто нам действительно создать соответствующую единую нормативную правовую базу. Но для этого нужно время, быстрее этот процесс не пойдет, чем запланировано. Мы должны все договора подписать о создании единых рынков к 1 ноября 2025 года. А сейчас идет работа над утверждением программ по переходным периодам к этому времени. В ручном режиме до сих пор приходится регулировать молочные споры. Россельхознадзор то вводит, то снимает запреты на поставки белорусской продукции. Это точно не лучший фонд для переговоров лидеров. Профильные министры встречались, договорились о дорожной карте, дело сдвинулось. Все это конечно хорошо, но если честно, такой чрезмерный протекционизм – настоящий дезинтегратор для стран. Как быстро разрешаться проблемам в молочной сфере? Мы приложим все усилия, чтобы это сделано было в кратчайшие сроки. А белорусское молоко вам надо? Конечно надо. Вы прекрасно знаете, что и раньше балансы подписывались, и мы поставляли сами на ваш рынок продукцию, и белорусы поставляли на наш рынок продукцию. Мы работаем, на мой взгляд, взаимовыгодно и будем продолжать эту работу. Широкий формат высшего госсовета позволяет из первых уст услышать месседжи лидеров и цели двух государств. Так понятнее, над чем работают Беларусь и Россия, и что в приоритете. После этого уже вряд ли захочется саботировать общее решение в угоду личной конъюнктуре. Ведь консенсус в союзном государстве – сигналы странам других объединений, того же Евразийского союза, о желании и способности договариваться. Самое главное, что встреча двух президентов, прежде всего, подтвердил, что союзное государство России и Беларусь не только не распадается, как некоторые, например, предрекали эксперты, в том числе и в России, а продолжает дальше развиваться и укрепляться. Беларусь и Россия определились с приоритетами союзного государства на пять лет. В документе прописаны действия по снятию барьеров, согласованная промышленная политика, формирование единого топливного рынка и другие вопросы. Поставили подписи и под программой действий во внешней политике. Она сохранила курс на укрепление сотрудничества на площадках СНГ и УДКБ и согласованные позиции в международных организациях. Именно в таком русле намерены действовать официально Минск и Москва. Беларусь хороший, нормальный, стабильный союзник, который ориентируется на свои интересы. К этому уже все привыкли, все нормально к этому относятся. И никакого другого, так сказать, серьезного соглашения, несмотря на все усилия, кроме минских договоренностей, так и не было. И не будет сейчас уже, понятно, достигнуто. Это заслуга Беларуси в чистом виде. И Беларусь это такой островок здравого смысла в мире современной политики. Международная обстановка. Она сложная, она взрывоопасная, она резко меняется. И поэтому в этой ситуации надо более, я бы сказал, плотно синхронизировать внешнеполитическое поведение наших стран. Без этого мы можем, так сказать, проиграть. А чтобы выиграть, важна внешнеполитическая скоординированность. Ведь даже в рамках европейского проекта «Восточное партнерство» Беларусь отстаивает российские интересы. Тот случай, когда союзнический дух приносит вполне осязаемые политические дивиденды. Так что, как бы не хотелось лишний раз упрекнуть союзное государство в декоративности, очевидно, что этот проект остается удобной площадкой для сотрудничества и конструктивного диалога. Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса, что уже, в принципе, наше ведомство делает. Это еще раз было подтверждено и на моей встрече с Владимиром Надиншим непосредственно в ходе прошедшего заседания Высшего государственного совета. Возможность найти компромисс в чувствительных межгосударственных вопросах дорогого стоит. Важно, что между Минском и Москвой нет принципиальных разногласий. Международная обстановка непростая и в таких условиях реальные союзники на вес золота. В главном эфире Наталья Бреус, Ольга Макей, Дарья Белоусова-Петровская и Николай Рузавин.